Нет-нет-нет, мы дождались Морозевича, никаких переключений на других партий не будем. Да, Морозевич считает точно так же, смотри, как Илья Маковеев, g3. Ну, вот уже не первый раз на этом турнире Морозевич играет именно так, и принципиально играет Андрейкин. Здесь сейчас после слон g4, слон g2, шах на e6, это теория, но задумался Дима. Но все-таки идет по основной теоретической дороге, здесь белым нет смысла менять ферзей. Но ферзь на e6 стоит не очень хорошо, и потом белые сейчас h3 будут гоняться за черным слоном. Слон h5, d3. Точно так же развивалась партия Морозевич-Звягинцев, которая здесь комментировала. Ферзь d7 играл там Звягинцев, а вот конь f6, немножко другое направление атаки. Белый конь с a3, может быть на b5, может быть на c4 пойдет. Так, призадумался Морозевич, что удивительно. Ну вот, мне кажется, конь на b5 и где-то слон f4 на... Сразу на c7 отправится, да. Ну это интересно. Там, правда, конь d5 будет такое возражение. То есть на конь b5, ферзь d7, наверное, можно сыграть. На слон f4, конь d5, да. Патент. Ну еще у белых есть простая перестановка короля на h2. Да, вот именно это делает Морозевич. То есть пока он не определяет ситуацию, конь и на c4, и на b5 может пойти. А у черных проблема. Как развивать слона cf8? Ферзь d7. Так. g4. Ну, в принципе, я видел такие позиции, как белые сейчас на e5 собираются кони отправить. Да, грозит конь e5. Ну, сейчас, наверное, ферзь на c7. Слон f4 хода нет, да. Да, и короля на h2 не пускаем. Это хорошее решение. Но все равно конь на e5 все-таки стремится. Здесь, конечно, можно сыграть конь d7. e6. e6. Все-таки пускает. Мне кажется, конь на e5 просто по-рабоче-крестьянски. Да, конь e5. По-рабоче-крестьянски. Это правильное выражение. Советское. Так. Теперь, кстати, пешка на b7. В случае размены еще и пешка на b7 подвисает. Ферзь c8. Упорствует Андрейкин. Мне кажется, у белых такой перевес образовался. Сейчас слон f4, простой развивающий ход. Пока не видно особой радости за черных. Там слон f4 грозит. Конь на d6 присоединять. Ферзь на g3. Ну, вот какая-то хитрость имени Морозевича. Но он коня на e5, видимо, все-таки хочет поставить в будущем. Но слон e7-то, я думаю, надо сыграть. Там, правда, с h4, может быть, потом надо будет считаться. Вот представь себе, что конь на e5 и h4 с угрозой h5. И слоном на g6, у слона g6 будут проблемы. Ну, мне кажется, там где-то h5 надо сразу сыграть, чтобы на конь e5, слон h7 отойти. Вот интересно, да. Кстати, может так сыграть Андрейкин. Нет, он е7, слон f4. Ну, неприятная позиция у черных, если честно, надо как-то что-то придумывать. Может быть, конь d5, может быть, действительно h5. Там под конь e5, на h5 все равно конь e5. Там как-то, знаешь, все равно черным как-то неуютно. А потом пешка g может пойти. Ракировка просто. А сейчас на h5 что он хочет? Ну, на h4, я думаю. Все-таки h5, да, видимо? h5, конь e5. И, видимо, на g4 взять конем. Как-то, ну, все равно позиция довольно сомнительная у черных. Смотри, ладья на h1 может так... Ой-ой-ой-ой. Совсем не туда. Да, мы с тобой думали, что коня на e5 можно поставить. Взял на d6 и ладья е8. Ну, это еще не так страшно. Я считаю, что могло быть и хуже. Слон e5. Тоже, кстати, неплохая фигура. И опять-таки белые собираются сыграть h4 и открыть этот фронт. С4? Ну, попытка как-то вскрыть линии. Наверное, d4. А если d4, да, d4. Тогда слон бьет на c2, уходит. Причем с пешкой, да? Ну, это шанс для черных, да? Это шанс dc. Ну, знаешь, когда пешкой берешь пешку, то, в принципе, еще надо ее отыграть. А здесь можно просто сыграть c3, если уж на то пошло. Но все-таки у черных получают какие-то темпы. Ладья вторгается на d2. Хорошо сыграл Андрейкин. Отсюда можно сделать вывод, что конь d6, может быть, было не самое грамотное решение. Ну, сейчас, наверное, c3 где-то на c2 все-таки висит. Да, давать не хочется. Ферз b3. Ну, вот, видишь, стремится к эншпилю. А если ферз bc2? Ну, на b7, наверное, слон b7 где-то можно взять. Ферз e2. Ну, вот на динамику делает ставка Андрейкин, потому что белых ладьян наш один вне игры. Вот белый, конечно... А на король h2 там на f2 висит. Да, тоже верно. Пока на e5 висит. Пока висит на e5. То есть, ну, допустим, если разменяться на f6 сыграть король h2, да? Нет, я же миг с слон d4 защищаю f2 пункт. Там ладьян d8 стоит. Не так просто. Вот столкнулся с проблемами Морозевича. Судя по всему, тому виной неправильный план, который избрал Александр Сергеевич. Видимо, конян d6 не стоило ставить. Но сейчас Андрейкин... Смотрите, и по времени уже больше у Андрейкина. И позиция стала такая, что черный сейчас угрожает вторжению. Размен опять. Размен, да. Если просто взять на e3, фе, ладья, c2, сон, b7, ладья, b2, а не там. Ну, ладья d2 просто. Ладью на d2 можно не дать, да? А ладья b2 там с сон на e5 стоит. Нет, вот сейчас можно было ладью на d2 отправить. Он играет конь e4. Не знаю, мне кажется, это шанс для белых, что можно король h2 как-то переставить. h4. Ну, h6 просто. h6, конечно. Я считаю, что здесь белым надо сейчас действовать аккуратно, чтобы не попасть в худшее положение. Сейчас на c2 висит, поэтому надо играть c3. О, ферно. Так, ладья h2. Очень интересно развивает фигура Морозевич. Кстати, а куда слон-то пойдет? Слон d4, да? Там висит пешка на a7. b6 с угрозой e5, да? Ну, не знаю, мне нравится позиция черных. У белых как-то все стоит довольно вычурно. А e5? e5 и ладья d2. Ладья d2, так и надо играть, но там... Нет, а ладья d2, слон e4? Размены, размены. Но все равно в разноцвете чуть-чуть поприятнее будет у черных. Нет, а ладья d2, слон e4. Ой-ой-ой. Слушай, посмотри, конь d2. Во-первых, на c2 подвисает, да? Во-вторых... Конь на d2 там случайно не... Понимает? Да нет, смотри, смотри, да. Ну, это блиц, понимаешь? Попробовал в одном направлении действовать. Мне кажется, для белых улучшений все-таки прикрыли поле d2. Андрейкин, судя по всему, немножечко упустил нить игры. Смотри, как быстро заиграл Мразевич, а? Конь d2. Конечно, никто не меняется. Нет хода слон e4, наверное, за слон бьет d2. Хотя, может быть, попробовать. Слон d2, слоношеденье, слон b4. Ладья d1, шах. Вот я бы слон e4 здесь попробовал бы за черных. Потому что разменять парочку слонов... А на ладья d2? А на ладья d2 хуже. Тогда есть проблемы, да. Так, слон f3, неужели повторение? Слон f3, конь d2, слоношеденье, повторение. Ну, надо искать пути к выигрышу. А у Андрейкина время становится меньше. Да, да, все непросто. Но он хочет все-таки слон e4 сыграть. Хочет разменяться, а5. Ну, правильно делает Мразевич. Цепляется к ферзевому флангу, слон e4. Слон e2. На c2 не боится, да? Там шах на c4. А, да, слон. Так, 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 так. Вот теперь после короля h7 уже угрожает взятие на c2. Так, ну что, Илья, что делать будем? Как пешку c2? Ладья a2 может вообще сыграть. Ладья c1. Ну, немножко некрасиво. Черный конь b3, видишь, угрожает. Конь b3. А там сон b3... Так. А, размены на ладья d1, слон d1 на c2. Вроде держится там белый, да? Так, повтори. Тринадцать секунд всего у Андрейкина, дорогие друзья. Сейчас может Андрейкин доиграться. Мразевич. Так, троекратное повторение. Ничью. Да, согласились на ничью. Ну, что поделать.